всем привет сегодня у меня такая женская девичья тема для разговора потому что я хочу рассказать о двух процедурах которые я недавно сделала совмещу это все в одно видео но сделаю подсказку на каком на кой минуте искать там ту или иную процедуру вот процедура это лазерная первая лазерная эпиляция удаление волос и 2 это перманентный макияж бровей значит первая процедура которую я сделала где-то в середине мая числа 13 12 как-то так не помню вот я делаю с подружкой каждый из нас пролежал где-то час но около часа даже чуть меньше часа до на процедуре вот удаляли мы волосы в трех зонах это подмышки бикини и боли в принципе за час но быстро время прошло за разговорами вот я получила несколько рекомендаций как ухаживать за кожей после этой процедуры в первый день нельзя мочить если у девушки идут женские дни вот то косметолог сказала что мочить можно но желательно без моющих ну мыльных средств в общем чисто водичкой а вот значит следующая рекомендация была дана такая не подвергать кожу которая на которой были удалены волосы не подвергать воздействию перемых идут лучей либо одевать штаны либо мазать мазаться солнцезащитным кремом вот ну конечно подмышки бикини там и так все закрыто поэтому здесь проблем не возникает вот пришлось прятать только голень от солнца нужно защищаться две недели после процедуры также две недели нужно не посещать бани и сауны не распаривать кожу и что еще хочется рассказать про эту процедуру ощущения вообще сказали что процедура будет безболезненная нос назвать ее безболезненные конечно же нельзя потому что ощущение небольшие присутствовали но опять таки у каждого порог разный и поэтому ну тут уже как кому но ощущение такие расскажу вот сначала просто как тепло в некоторых участках как даже обжигает вот скажу так как будто что-то теплое прикладывают и обжигает дальше что мне хотелось узнать еще от косметолога я конечно же узнала пока лежала на процедуре я задала ей вопросы вопросы вот самый главный вопрос что я хотела узнать это насколько эта процедура вредная косметолог ответила мне так она мне рассказала две истории первая история девушка которая делала абсолютно на всей на всем теле удаление волос и когда они дошли до зоны груди зоны ореол выяснилось что у нее доброкачественное новообразование ей предстояла операция и конечно же когда косметолог об этом узнала она отправила девушку к онкологу чтобы так узнала можно ли делать или нельзя такую процедуру ну вот на местах ореол после посещения онколога девушка вернулась к косметологу и сказала что онколог разрешил и до и после операции такую процедуру делать поэтому вот ничего такого страшного нету некоторые говорят что там облучением от этого аппарата причем облучение приходится получать ни один раз не два достаточное количество раз потому что за один раз конечно же волосы не пропадут не перестанут расти и вторая история девушка которая ходила до вот такой процедуры на шугаринг либо вот еще некоторые ходят на ну не ходят может быть может дома делают тут у меня лично дома в моем арсенале лежит хранится такая вещь как что-то в апеллятор депилятор как он правильно называется в общем крутится там ролик который вот зажимы такие у него срабатывают туда и выдирает корень полос как с корнем вот и после этого после шугаринга и вот после такой процедуры может быть врастание волос что не очень хорошо потому что волос там начинает воспаляться он не может прорасти через кожу в общем вот у этой девушки из второй истории как раз такая была проблема причем до того волосы врастали что на коже появлялись рубцы и видимо и надоело эта ситуация она решила сходить дерматологу и дерматолог ей посоветовал отправил ее на как раз таки на такое лазерное удаление волос поэтому вот собственно говоря вот так ответил не косметолог на мой вопрос в принципе риски везде есть поэтому но даже когда делают узи беременным некоторые говорят что это очень вредно мне лично делали очень много раз узи по показаниям не это нужно было поэтому ни разу не не сказали врачи что это очень вредно что вы здесь делаете который раз приходите нет такого не было поэтому в виде свои риски еще раз повторюсь на всех зонах волосы по-разному так скажем исчезают поэтому где-то быстрее где-то медленнее вообще после первой процедуры волосы должны постепенно выпадать но тот который волосы выпадет он выпадет но на его месте будет вырастать новые потому что там спящие луковицы как мне объяснили находятся спящие луковицы которые потом пробуждаются и снова вылезают поэтому приходится вот несколько раз эти процедуры делать волосы выпадать у меня начали сейчас я вам скажу сколько прошло недели наверное две недели две я увидела что у меня начали выпадать волосы на подмышках я уже несколько раз побрила поэтому выпасть они не выпали но я вижу что рост гораздо ну замедлился рост волос гораздо дольше стали расти волосы что очень удобно и я вообще очень рада спасибо большое мужу подарил такую процедуру я считаю что конечно необходимая такая вещь современном мире кстати на такую процедуру я спросила ходят даже мужчина и делают удаляет волосы тоже практически на всем теле единственное что вот на лице она мне сказала так как здесь очень нежная кожа поэтому минимальная так скажем мощность от этого аппарата настраивается минимальная мощность поэтому очень долго это все сходит ну убираются волосы это не быстро на лице вот поэтому вот в принципе все что я хотела рассказать про лазерную эпиляцию и конечно же вторая процедура на которую я ходила совсем недавно 20 числа перманентный макияж бровей эту процедуру я тоже очень давно хотела потому что краситься честно говоря я не очень люблю если я крашусь то я ну что я могу делать 1 подкрасить ресницей тушью и намазать губки и все и пойти уже на работу там с ребенком гулять поэтому для меня это тоже идеальный вариант чтобы не возиться каждый день с бровями я уже делала ламинирование и покраску бровей но краска их на нам не держались не очень долго поэтому я решила все таки сделать перманентный макияж ну вот так вот выглядит мои брови они уже шелушатся кожа отслаивается и отпадает вот но не знаю конечно что будет любит конечно не очень я еще сегодня успела видеть соседний город в общем вот с таким вот видом думаю ну ладно что теперь делать то не выходить что ли из дома совсем заживается после процедуры кожи 10 дней также не подвергаться воздействию солнечных лучей носить либо кепочку либо опять-таки солнцезащитным кремом пользоваться тоже не мочить первый день и не посещать также бани и сауны вот процедуру я вылежала два часа примерно очень устала спина но красота требует жертвы как говорили наши бабушки поэтому процедура но тоже с некоторыми ощущениями но терпимыми опять-таки все зависит от вашего болевого порога 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 вот ну такое как будто иголочкой тыкают вам тыкают и мы все принципе на этом вот единственное что там конечно же потом обезболивается линдокаином и уже не так чувствуется вот не знаю что будет дальше как будет выглядеть выглядят выглядеть брови но когда я сделала и проходила примерно три дня меня конечно все устраивало потом вот начала краска сходить вообще как бы когда сделаешь эту процедуру брови очень яркие и контуры четких графичные брови получаются но сейчас техника немножко другая делают косметологи так чтобы брови выглядели естественно да растушевочка красиво было где-то потемнее где-то посветлее вот поэтому возможно краской останется но будет естественный такой вид красивый вот но не знаю как получится я говорю еще раз очень хочется увидеть себя через десять дней что будет естественно через полтора месяца надо будет идти на корректировку или как правильно называется я опять на вот и посмотрим что скажет косметолог эффект где-то полтора два года от такой процедуры и естественно потом можно приходить и снова корректировать и ходить дальше вот и не красятся допустим как некоторые делают каждую неделю допустим хной по деньгам кстати говоря по деньгам здесь выходит гораздо выгоднее потому что ты сделал отдал там где-то 3 где-то 4000 до у разных городах по разному поэтому она покраску хной там каждый раз поскольку по 1000 рублей по 500 не знаю тоже разных городах по разному как бы каждую неделю даже каждые две недели не считаю что это так приличненько всем удачи кто собрался идти на данные процедуры всем пока пока и до скорых встреч